здравствуйте друзья в интернете очень много видео где освещается видео обзоров говорится о ножах престижных фирм не дешевых прямо скажу ножах то есть как-то таких роликов больше и дешевые ножи недорогие всевозможные модели может быть менее такие известные фирмы производящие ножи они как-то остаются в стороне мне кажется это немножечко неправильно потому что не все люди далеко не все большинство даже скажу людей они не готовы выложить кругленькую сумму за какой-то тот или иной нож будь он очень крутым хорошим и замечательным вот я решил исправить ситуацию по мере возможностей и сегодня у меня на обзоре будет вот такой вот ножичек замечательный взял и его спонтанно просто понравился мне как внешне удобная очень рукоять вот такой ножичек называется он тур от оо булат оо булат оо булат не 8 не из города ворс мы прошу прощения это оо булат именно как с города кизляр вот там находится она то есть как бы фирма тоже хорошая бывает на выставках но почему-то как-то мне кажется менее известная тем не менее на мой взгляд ножи производит доступные и довольно неплохие вот например вот этот нож изготовленным из стали 65 х 13 это нержавеющая сталь закалка здесь идет твердость клинка имеется ввиду 56 57 единиц то есть довольно неплохо исполнение ножа на таком довольно нормальном уровне хочу заметить что нож вот этот вот мне достался за 900 рублей 900 950 сейчас точно не скажу вот то есть это даже не 1000 то есть за такие деньги небольшие это ну грубо говоря кому-то раз в магазин сходить просто за едой и за вот такие деньги небольшие вы получаете вот такой замечательный нож то есть вот так вот он сидит в руке безумно удобная анатомическая рукоять насколько я могу судить это кавказский орех или что-то подобное то есть древесина довольно такая добротная нож с гравировкой рублю автофокус дабы чтобы получше видно было сейчас камера настроиться вот такая замечательная гравировка идет то есть и это по ощущениям кстати вот марка стали указана тоже выгравирована вот таким вот образом сейчас будем настраивать вот таким образом сталь марка стали здесь название модели и склонен я думать что гравировка это именно гравировка а не просто рисунок на клинке потому что когда ведешь вот так ногтем по этой гравировке чувствуется что это углубление то есть она вырезана там стали в самой то есть это не может не радует то есть за такие деньги вы еще получаете не просто нож нож с гравировкой что касаемо рукояти она удобная то есть здесь вот такая подпальцевая выемка идет что предотвращает соскальзывание кисти вашей то есть при каком-то колющем ударе на режущую кромку то есть ни за что не соскользнет все плотненько сидит тут все замечательно вот ухватистая рукоять то есть она полненькая выглядит она вот собух вот таким вот образом то есть такое утолщение вот очень удобно имеется под пальцевая вот такая выемка здесь на обухе то есть палец от инстинктивно моя рука но она чуть больше средней ладонь ложится прям когда берешь таким хватом прям в эту вот выемку можно взять его так вот если какая-то там что-то порубить тоже замечательно ложится палец то есть удобно в принципе любым хватом таким хватом тоже удобно обратно вот то есть нож мне понравился по обуху здесь аж целых 4 миллиметра то есть такой можно сказать ломик можно не бояться его сломать что-то сделать то есть в принципе вот он он даже мне понравился у меня много ножей в коллекции вот могу с полной ответственностью назвать себе нажиманом вот ножи мне дорогие всевозможных фирм вот но тем не менее вот как-то лег в руку как говорится и на сердце вот этот ножик ну понравился а души сделано вот косяков здесь я не нашел есть недочеты есть недочеты но извините меня они есть и в ножах за 5000 вот если это нож ручной работы вот как этот то есть у разных производителей то есть бывает как здесь например недочеты но где-то чуть кривенько что-то тут подточено можно взять тот же напильники не знаю наждачку это убрать буквально секунд за 30 не знаю вот это я считаю недочет заточен нож хорошо то есть его когда приобрел я ну просто мусатиком точилка у меня имеется алмазная вот виде ручки просто пару раз махнул ну я всегда так делаю потому что мало ли на витрине он лежал как-то неаккуратно кто-то его куда-то кинул все-таки вот продавцы не всегда нажиманы не всегда хорошо с товаром обращаются поэтому бывают разные заминчики такие не всегда вина производителя я поправил ничего страшного не было вот нож бумажку режет так видно там бумажку в коробке ничего если нельзя или . никакой не подвижался то есть коробочный вариант не всегда прям прям вообще идеально но тем не менее что нормально то есть брить не бреет но бумажку режет хорошо так нужно нужно здесь но на сайтах позиционируются как кожаные но вот насчет петли вот этой вот которая под ремень идет я что-то как-то сомневаюсь потому что здесь она на ткани но кожа на ткани насколько я знаю вряд ли бывает то есть это скорее всего дермантин а нужно это очень очень похоже на кожу с ножны с тиснением замечательный такой тур здесь изображен собственно название ножа вот такой он но традиционные ножны для кизляра тут аж на трех заклепочках сделано то есть все надежно логотип производителя но что нож сертифицированы видимо вот и название фирмы ообулат то есть соответственно название фирмы производителя так нож удобненький еще расскажу так ну сейчас попробуем построгать деревяшечку этим ножом так еще раз покажу как нож режешь до собственно бумажечка ветер не слегка мешает но тем не менее вот как то так вот так у нас деревяшечка полянца вот попробуем построгать своим ощущениям скажу свои ощущения насколько это удобно и так поехали ну и посмотрим как он будет после этого резать деревяшка сухая не знаю что за деревяшка такая прям строгать кстати удобно ну строгает не скажу что прям сильно сильно прям круто но тем не менее так подрубить а вот рубить удобно рубить вообще шикарно то есть клиночек тяжеленький такой вот вес его чувствуется сразу вот как берешь его руки сразу чувствуется что это ух вещь не просто какой-нибудь там кухонник непонятный рубить будет удобно то есть сучки какие то рубить вообще шикарно ну строгает строгает обычно как ничего прям сверхъестественного такого нет я думаю что сырую древесину может строгать вообще шикарно это все-таки сушняк и сушняк какой-то твердый не могу сказать что за порода дерева но тем не менее что-то твердое вот посмотрим что стало после таких манипуляций с ножом с режущей кромкой ничего не стало разлетелись мои бумажки ветер загибает ничего не стало сейчас очищу режущую кромку для чистоты эксперимента потому что на ней осталась древесина как налито теперь вроде ничего нет как резала так и режу ну да ну вот я прохожу сейчас вам не встану так чтобы видно было фокус сейчас у меня настроит и так резу ну вот проходит в принципе без проблем режу специально медленно чтобы было видно ну никакого такого то есть чистенько все нормально то есть вполне достаточно закален но уж хорошо то есть металл не мягкий то есть там действительно я думаю 57 единиц есть заявленных вот металл не мягкий выглядит в ножных нож довольно так брутально вот так вот вот ножны одноподвесные вот ножны если их застегнуть то есть застегивается они держат там где нужно то есть то есть не где-то там что нож выпадает а именно а именно вот за вот эту вот узкую часть рукояти она застегивается и нож вы не потеряете то есть фиксация ножа вообще намертво как говорится ну вытаскивать бесполезно вот то есть вполне себе вот пожалуйста то есть если вы не нажиман просто ну не знаю любите ходить на рыбалку иногда ходите мы все ходим иногда на пикник там какой-нибудь и вам не нужно покупать прям жесткий нож ну не нужен он вам такой дорогой прям супер какой-то там нож ну не надо вам это вот вариант то есть он вам прослужит очень-очень долго если уж что-то там то подправить его проблем никакой не составит заточка с завода нормальная рабочая то есть как-то так зачем как говорится тратить вам лишние деньги вот 900 рублей в раз в магазин сходить все пожалуйста ручечка подогнута вот подогнано здесь все очень хорошо обработано нигде нет никаких ни зацепов ни это самое ничего не упирает то есть абсолютно все гладенько клепочки вот эти вот даже за под лицо сделаны то есть нигде вот я глажу вообще как будто это все однородно то есть ничто нигде не выпирает все шикарно все ровненько то есть здесь нет такого что одна страна больше другой или чего-то такого вот то есть фальшлезвие здесь оно как бы обозначено но оно закруглено то есть оно не как-то не резкое когда надавить можно то есть вообще не чувствуешь что здесь что-то какая-то выемка есть то есть руки не больно никаких болевых ощущений не возникает то есть вот такое вот темлячное отверстие есть забыл сказать вот нож фулл танк толстенный то есть для похода даже какого-то дальнего не знаю не является кстати холодным оружием сертификат идет в комплекте просто я его с собой сейчас не взял вот ну с печатью там как положено марк стали длина параметры все там указано вот ну что же вот такая вот вещица была сегодня на обзоре думаю стоит приобрести кто не хочет тратиться на слишком дорогие ножи ну как то так всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал ну или дизлайки кому не понравилось но лучше лайки удачи всего доброго удачи